Победная пижама или как подготовиться к сложному турниру и выиграть его без особых проблем. Шведские гранды из НИП феноменальной игрой в 2015 году оформляют на свой счет первое чемпионство и первые призовые. Asus Rock Winter 2015 года завершился в минувшие выходные. Ивент проходил в Финляндии и Хельсинки. На турнире принимало участие 8 европейских коллективов. Не обошлось без сенсаций. Например, команда Virtus.pro, которая была в первой корзине и вовсе не смогла преодолеть групповой этап, проиграв сначала немцам из Penta Sports, ну а затем и команде Hellraiser's. Ну а о самих ВП мы поговорим чуть позже, а пока стоит обратить внимание именно на шведских чемпионов. НИП на этом турнире выглядели как примерно года два назад, когда игра CSGO только начинала набирать свою популярность. Шведы в тот момент наглого, а то и на две были сильнее своих соперников. Asus Rock Winter, можно сказать, перенес зрителей в прошлое и они вновь могли наблюдать за превосходнейшей формой шведских королей. НИП в каждом игровом эпизоде отыгрывали просто феноменально, начиная с группового раунда и заканчивая последним победным в финальном матче. К слову о финале. В решающей игре за золотые медали Нипам противостояли их соседи по группе и завсегдатые соперники в лице французов из Титан. Но будем откровенны, они не показали толком ничего. Финальный матч хоть и подтвердил свой статус, но только на второй карте. Детас 2, который был первый, завершился с чудовищным для французов счетом 5-16. Шведы начали за атаку и очень так простенько, без особых усилий, уничтожили своего соперника. Французы же, в свою очередь, стали показывать все, что угодно, но не командную игру. Их защита была с очень большими разрывами, поэтому в ключевых моментах они отыгрывали в одиночку на своих позициях и тем самым отдавали раунд за раундом. На второй карте финала, который стал The Catch, французы стали играть намного внятнее и в каком-то моменте даже вышли в лидеры по счету. Но опять же, в ключевом эпизоде, который вы сейчас видите, новичок НИП, сложнейшая ситуация 1 в 2, выигрывает матч-пойнт и после такого момента проиграть очень и очень сложно. В общем, если обратить внимание на все игры турнира, то стоит предположить, что Asus Rock Winter выдался одним из немногих ивентов, который преподнес зрителям как никогда пассивный диффенс в профессиональных команд. С чем это связано непонятно, но возможно идет смена темпа от коллективов и вскоре нас ждет совсем другая динамика от лучших в своем деле. В современном киберспорте ситуации, когда у организации не хватает средств для содержания команды, которые действительно показывают серьезные и стабильные результаты, это большая редкость и будем откровенны, тут ни с чем не поспоришь. Подопечные выигрывают крупнейшие турниры с огромной гарантией, лидируют во всевозможных киберспортивных чартах и игроки крайне популярны на киберспортивных просторах. Действительно аргумент, чтобы ставить условия и пересматривать контракты с менеджерами и высшим руководством. Именно такая ситуация случилась с командой TML DLC в дисциплине CSGO. Чемпионы зимней Dream серии 2014 года, где гарантированный призовой фонд составил 250 тысяч долларов, и многократные победители различных турниров решили перейти к американской организации Envy, которые явно предложили лучшие условия. Менеджер Envy еще зимой на DreamHackie пробыл с командой от начала и до конца, чтобы воочию убедиться в способностях коллектива. Думаю, не прогадал на все 100%. Уже бывшие LDLC закрепились на Олимпе киберспорта и снять их только под силу, наверное, не. Будет крайне интересно посмотреть, как адаптируются французы к новому клан Тегу и насколько теперь возрастет их мотивация побеждать. Ну а пока Шокс и компания примеряют новые футболки с названием Envy, команда DATIM также выбирает дизайн брендовой одежды на турниры, но только шведской организации Flipside Tactics. Все слухи, которые мы озвучивали ранее, подтвердились – DATIM теперь Flipside. Шведская организация после расставания со своим составом обратила внимание на довольно-таки популярные и, самое главное, результативный коллектив на постсоветском пространстве. Признаться честно, СНГ-команды не часто могут похвастаться такими заслугами, ведь действительно престижно получить шведскую поддержку на мировой киберспортивной арене. Вместе с новым названием игроки получили возможность принять участие и в преквалификации на ESL One Катовице, с которой уже бывшие DATIM несколько дней назад снялись. Это действительно историческое событие как для команды, так и для игроков в целом. Теперь фанатам будет вдвойне интереснее наблюдать за украинским CSGO-подразделением шведской организации Flipside Tactics. Недавно мы обсуждали возможность возвращения легенды польского Counter-Strike, профессионала с большой буквы и одного из самых титулованных киберспортсменов прошлого. Якуб Гурчинский, более известный под игровым именем Кубин, возвращается в большой киберспорт. Отныне он будет помогать команде Virtus.pro в тактической подготовке ко всем мировым и европейским ивентам, на которых коллектив будет принимать участие. Однако помимо тренерства, Кубин взял на себя и обязанности менеджера CSGO-подразделения. Похожной список Кубина просто фантастический. В составе польской золотой пятерки Якуб стал двукратным чемпионом ESVC и WCG, завоевал золотые медали турниров Intel Extreme Masters 4 сезона, WCG 2006 года и SLTV Start серии 4 сезона. Такой опыт просто обязан помочь действующему CSGO-подразделению Virtus.pro в подготовке к предстоящим важным ивентам. Ведь они в последнее время стали как-то немнятно выступать на мировой арене. Ивент Asus Rock Winter полностью это подтвердил. Ну а пока CSGO команда одевает новые формы, знакомится с тренерами и готовится к новым киберспортивным испытаниям, профессионалы второй доты вовсю выясняют, кто из них лучше в рамках Dota 2 Asia Championship. 16 команд из Европы, Азии и США поборются за первое место в одном из крупнейших азиатских турниров. Dota 2 Asian Championship во многом похож на The International и имеет собственный компендиум с 11 планками достижений финальной суммой 1 миллион 250 тысяч долларов. Базовый призовой фонд составил 250 тысяч, а на текущий момент он преодолел отметку в 2 миллиона 350 тысяч. Вот такой вот промежуточный чемпионат мира для профессионалов Dota 2. В первом этапе команда сразится по круговой системе, формат всех матчей на данном этапе будет Best of One. Данная стадия будет длиться 5 дней, после чего начинается финальный этап, на который проходят 12 команд, из которых первые 8 попадают в сетку винеров, а команды, которые заняли с 9 по 12 место отправляются в лузера. Что касается лидеров, то ими являются игроки команды Secret Team. Этот состав не проиграл ни единого матча в группе и имеет максимальное количество очков после 14 игр 42. Бои продолжаются и уже сегодня пройдет развязка группового этапа, не пропустите. Ну а пока дорогие друзья, на этом все, спасибо за внимание, всем удачной недели. Субтитры подогнал «Симон»!